Украину отпустить или не отпустить мы практически не можем, мы пытаемся не отпустить, мы пытаемся старую концепцию Путина, собирателя земли русской, реализовать на практике. Украинцы понимают прекрасно, что их будущее зависит от тех политиков, которые ими руководят, а политики, которые ими руководят, понимают, что они должны привнести на украинскую землю какой-то позитив, какое-то благо, а тесное соприкосновение и короткий поводок с Россией несет экономически определенные трудности для Украины. Отсюда и вот это вот желание удержаться у власти путем принятия, может быть, не очень правильного, но по крайней мере популистски выверенного решения. Прийти в Европу, попытаться с Европой закрутить какие-то контакты, одновременно давая понять России своим избирателям, что мы с Россией стоим на равных наших, так сказать, разговорах и переговорах, и что Россия-то без Украины в конечном итоге не может существовать, потому что сколько бы лет ни прошло со дня развала Советского Союза, все по-прежнему втайне как бы считают всех нас в одном государстве. И когда вы приезжаете на Украину, ну, есть какое-то ощущение, может быть, переходов, несколько иные обстоятельства бюрократического плана, но то, что касается ощущения, что ты в другой стране, оно еще не возникло. Поэтому я думаю, что сегодня вот эта вот идея нашего президента о том, что мы должны все вместе быть в таможенном союзе, мы должны все быть вместе, потому что мы этого хотим, потому что мы должны, она несостоятельна, потому что только экономическая позиция, только лишь правильное регулирование экономических отношений может привести страны в объятие друг друга, как это было, собственно, с Европой.